Сань, ну как тебе конфликт Мане и Салаха? Ну, в матче 4-го тура с Берли, в котором египтянин не отдал мяч в очевидной ситуации на пустые ворота Сенегальцу. Тот взорвался, а после замены от злости даже накричал на Клопа. Васян, ну конфликт уже давно и улажен. Сам Мане об этом сообщил и заявил, что просто очень хотел забить в той ситуации. Ну и послушай, Садьо прекрасно понимает, что без Салаха он вообще не стал бы звездой в Ливерпуле. Мо, беспрекословный лидер клуба, и больше чем он, никто пользы не приносит. Так что, ну, не Мане его критиковать, да? Что сейчас не 2017-й. Ты последний год следил за Ливерпулем? Ты видел, в какой форме Садьо, а в какой Мо? Да, может быть, Салах все еще более раскрученный футболист, но настоящий лидер красных сейчас именно Мане. Васян, вот слышал, да, такое мнение, и это полнейшее заблуждение. Я уверен на 100%, что сейчас тебя смогу переубедить. Но перед этим, Ливерпур сегодня в центральном матче выходных в АПЛ играет с главным открытием сезона Лестером. Однако наши партнеры из MarathonBet в Лис вообще не верят. Хотя для красных это будет очень сложный матч. А как думаете вы? Ссылка на MarathonBet внизу. Ну, а теперь мне даже интересно, что ты там придумаешь в защиту Мане, а? Ой, Саш, ты знаешь, я подготовился получше в этот раз. Хм, получше, чем с Вальвердо, да? Да. Главный игрок Ливерпуля сейчас в Мане. И первая причина в последний год в важных и сложных матчах именно он чаще приносит победы. Смотрите сами. В этом сезоне с Саут Гентоном красиво забил и отдал голевой. С Нью-Каслом красные проигрывали, а он забил два и снова победа. А помните, как сенегалец за счет индивидуальных качеств решил в плей-офф Лиги чемпионов с Баварией? Да даже в Суперкубке Европы с Челси дважды сравнивал счет, и Мерси-Сайдс в итоге взяли трофей. Где во всех этих матчах был господин Салах? Безусловным лидером Ливерпуля был и остается Салах. Первая причина – он забирает больше внимания соперников. Мок постоянно опасен и заряжен, поэтому Клоп использует игрока и как вингера, и иногда как чистого нападающего, и как ложную девятку. На египтянине всегда сконцентрировано 2-3 соперника, но Салах и их может пройти в одиночку, ну или из гуще выдать суперпередачу партнерам. Поэтому для тренера он важнее, а Мане, ну слушайте, его даже Ориги недавно заменял на фланге, и красные не сильно потеряли в качестве. Вторая причина – Мане важнее для команды в прессинге, потому что он гораздо больше Салаха отрабатывает в обороне. Взгляните, даже по этому сезону у Синегальца отборов и перехватов больше, чем у многих полузащитников. А египтянин об этом вообще не думает, ждет пас и любит играть на чистых мячах. Салах слишком нежный и легкий, а Мане – монстр, который за счет спортивной злости может задавить соперников, и он устрашает и выводит их из себя. Да, иногда получается грубо, но зато всегда очень полезно для команды. Вторая причина – Салах создает заметно больше голевых моментов для партнеров. Египтянин в полтора раза чаще финтит, бьет и чаще делает передачи под удар. Да и вообще, посмотрите, даже по прошлому сезону, никто из красных не создал партнерам больше голевых шансов, чем Салах. Причем больше половины этих шансов Мо сделал для Садьо, а тот для всей команды создал моментов меньше. И еще жалуется, ну знаете, это просто наглость. А еще Мане хуже держит мяч. А к Салаху он буквально прилипает, и он его чаще протастивает на дриблинге. Третья причина – эффективность. Да, раньше Мане часто не реализовывал верные моменты, но в этом году все изменилось. Он заметно чаще выполняет черновую работу, и за счет этого меньше бьет. Но при этом голов игроки в прошлом сезоне забили одинаково. А если убрать мячи с пенальти, у Салаха вообще все заметно хуже. Да, Садьо меньше обводит, но это потому, что он максимально заточен на эффективность. Старается сыграть быстро и не потерять мяч. Из-за этого он, может, менее заметен и эффективен, но гораздо более полезен. Третья причина – голевое чутье, которое у Салаха развито заметно лучше. Гиптянин больше нацелен на ворота, всегда опасен и обостряет. Салах использует свою скорость не только для прорывов. Он очень цепкий и собирает много легких мячей. От скотти, рикошеты, на них часто первым оказывается именно Мо. Он забивает много простых голов и знает, где надо находиться, как Ливандовский или Роналдо. Это важнейшее качество топ-бомбардира. А Мане может забить красиво, но часто не реализует простые моменты, и это проблема. Четвертая причина – разносторонность. По моему мнению, Салах сейчас гораздо более схематичный, прогнозируемый и понятный для соперника игрок. Он классно на скорости меняет направление движения, пробрасывает и часто бьет в дальний. И все. Это была фишка первого сезона Салаха в Ливерпуле. Но потом соперники привыкли, и Мо уже не так много забивает. А вот Мане не только на скорости, но и на месте в позиционных атаках может придумать красоту и всех поразить нестандартными действиями. И к его стилю игры привыкнуть невозможно. Четвертая причина – стабильность. Салах никогда не падает ниже определенного уровня, в отличие от Мане, которого иногда на поле вообще не видно. Да и просто взгляните на цифры. За последние два года Салах – беспрекословный лидер АПЛ по голевым действиям. Отрыв огромный, а от Мане вообще космический, потому что ассисты тот раздает совсем редко. Да и вообще за все время в АПЛ, включая провальный период в Челси, у Салаха на гол или пас уходит в среднем 94,3 минуты. Это лучший показатель в истории лиги. Позади Агуэра и Анри. Вообще о чем речь? Ну и пятая причина – прогресс и давление. Мане в последние сезоны реально стал круче во многих параметрах. Повысил реализацию, стал крымнокровен и в куче матчей произвел впечатление. А чем по последнему году запомнился Салах? Классный гол в ворота Челси. Ну и футболка Never Give Up в великом камбэке, где он вообще-то не играл. Мане становится круче, а Салах – нет. Плюс на египтянина слишком велико давление. Многие ждут от него золотой мяч, и эти мега амбиции заставляют форварды нервничать. Поэтому он иногда, наверное, и передачи не отдает, и скандалит со своей футбольной федерацией. Ну и пятая причина – именно Салах сделал Ливерпуль топом. Мане появился за сезон до этого, и тогда красные вообще не были страшной силой. А с приходом Моа они сразу вышли в финал Лиги Чемпионов. Он – главная звезда, как Месси в Барсе, или как был Роналду в реале. А еще он культовый игрок для всего арабского мира. И во многом из-за него Ливерпуль приобрел много новых фанатов. Даже в прошлом, среднем, из-за травмы сезоня, Салах забил не меньше Мане, у которого то был лучший год в карьере. А все потому, что потолки у футболистов принципиально разные. Васан, запомни, с Салахом мы сравниваем Санри и Месси, а Мане можем сравнивать только с Салахом. Вот в чем отличие. Просто качественный и сильный футболист, который сейчас находится на пике, и Генни, который побил кучу рекордов в АПЛ. Саш, в том-то ты и делал, что полтора года назад твой Салах эти рекорды побил, и с тех пор стал играть только хуже. А Мане идет по восходящей. Вот как раз он своего потолка еще не достиг. Так что скоро у тебя вообще не будет вопросов, кто же из них номер один. Мане оторвется. Согласны? Тогда все за Садьо и за меня. Ребята, вы чего? Ну, не ведитесь на парня, который в форме несколько месяцев все за меня. А заодно подписывайтесь на канал и на наши инстаграмы. Мы, кстати, летим в выходные в Краснодар, так что, может, увидимся перед игрой со Спартаком в парке. Следите за инстаграмами, мы там будем публиковать, где находимся. Вассант, хайпажор балан. Да, и Саша перестал смотреть футбол полтора года назад. Журавлев, пока. До встречи в Краснодаре. Субтитры сделал DimaTorzok